Российский ледокольный флот там, где климат суров. Дизельный ледокол «Ермак». Фото. Fleetphoto.ru В настоящее время Россия является одним из немногих государств, располагающих собственным ледокольным флотом. В эксплуатации находится более 40 ледоколов разных классов, а также несколько судов с ядерной энергетической установкой. Как по количеству, так и по качеству ледокольный флот Россия не имеет равных в мире. При этом его развитие не останавливается. Актуальное состояние. По известным данным, сейчас в нашей стране эксплуатируется 41 ледокол нескольких классов и типов. Эти суда способны обеспечивать деятельность портов или проводить караваны по маршрутам. Все имеющиеся ледоколы распределены между несколькими основными эксплуатантами и работают во всех регионах, где требуется их помощь. Наиболее крупный флот ледоколов принадлежит в ГУП «Росморпорт» более 30 единиц. В составе этого флота служат суда нескольких типов, причем речь идет только о дизельных ледоколах. Технику схожих классов также имеется у нескольких пароходств разных регионов, не входящих в состав «Росморпорта», судном «Удьюк» в Санкт-Петербурге. Фото. Fleet Photo.ru Немногочисленный, но важный ледокольный флот принадлежит в ГУП «Атомфлот». Эта организация отвечает за эксплуатацию четырех атомных ледоколов, одного атомного лихтеровоза ледового класса и судов обеспечения. Существуют планы по выводу части атомных ледоколов из эксплуатации с заменой новыми судами. Ледоколы приписаны к ряду портов России, но основная их масса сосредоточена лишь в нескольких местах. Наибольшее число ледоколов служит в Санкт-Петербурге и Мурманске. Также суда базируются в Архангельске, Владивостоке, Калининграде и т.д. Такое распределение ледокольного флота позволяет обеспечивать деятельность портов и перевозки на всех основных направлениях, как на море, так и на некоторых реках. Основные типы. Самым старым из имеющихся ледоколов можно считать судно Красин, построенное в 1917 году. Оно оставалось на службе до 1998 года, после чего было превращено в музей и поставлено у причала в Санкт-Петербурге. Атомный ледокол Ямал в море. Фото Росатом. Наиболее старый ледокол на активной службе КАРУ, тоже работающий в Санкт-Петербурге. Это судно было построено в конце 50-х годов и до 1986 принадлежало Финляндии. Сейчас оно входит во флот Росморпорта. В 1973-76 годах Финляндия по советскому заказу построила три дизельных ледокола ПР, Р-1039 «Ермак». Все они до сих пор остаются в строю. Головной «Ермак» служит в Санкт-Петербурге, серийный адмирал Макаров и Красин во Владивостоке. Сюда принадлежат соответствующим филиалам Росморпорта. Начиная с середины 70-х, в Хельсинки специально для СССР построили 21 ледокол проектов 1101, 1105, 1108 и 1191. 20 судов этих типов до сих пор продолжают службу. Основным их эксплуатантом является Росморпорт, но несколько судов принадлежат Ленскому объединенному речному пароходству, приписка в Тексии Восточном, а также Норильскому никелю, порт Дудинка. Прочие ледоколы служат на Балтике, на Черном море, на Севере и на Дальнем Востоке. Инфографика по судну 50 лет Победы. Рисунок «Росатам». В первой половине 80-х Финляндия построила три ледокола типа «Мудюк». Сейчас они служат в составе Росморпорта с базированием Санкт-Петербурге, Архангельске и Владивостоке. В 2008-2009 годах Росморпорт получил два судна ПР-21900 Москва и Санкт-Петербург, построенные Балтийским заводом. Оба ледокола приписаны в Санкт-Петербурге. В 2015-16 годах ледокольный флот на Балтийском море пополнился тремя единицами ПР-21900М. Атомный ледокольный флот включает четыре судна двух типов. Это ледоколы «Ямалы» 50 лет победы проекта 10520-10521 «Арктика», а также «Таймыр» и «Вайгач» проекта 10580. В недавнем прошлом в строю находилось несколько других атомных ледоколов, но к настоящему времени их эксплуатация прекращена. Ледокол «Санкт-Петербург» проекта 21900. Фото. С недавнего времени ведется формирование собственной ледокольной группировки в составе Северного флота ВМФ России. В 2017 году в строй введен многоцелевой патрульный ледокол «Илья Муромец» ПР-21180. Его задачей является проводка судов и кораблей, оказание помощи и, при необходимости, участие в боевых действиях. Суда будущего. В последние годы часть атомных ледоколов «Атомфлота» пришлось списать по причине морального и физического устаревания. Для их замены разработан ПР-22220, ЛК-60ИА. Несколько таких судов уже строится, также имеются планы по дальнейшему строительству. Головной ледокол ПР-ЛК-60ИА «Арктика» заложили на Балтийском заводе в 2012 году. Спуск на воду состоялся в июне 2016 год. В октябре 2019-го запустили реактор, а с декабря судно проходит испытание. Сдача ледокола заказчику запланирована на текущий год. Первый серийный ледокол «Сибирь» строился с 2015 года и в сентябре 2017-го был спущен на воду. Судно пока не готово к выходу на испытание, но работы продолжаются. Ожидаемый срок сдачи 2021 год. В 2022-м планируют создать второй серийный ледокол «Урал». Его заложили в 2016 году и спустили на воду в 2019-м. Осуществляется достройка. Имеется контракт на 4-й и 5-й ледоколы серии. Их закладка состоится в 2020-2021 годах, сдача в 2024-2026 годах. Виктор Черномердин выходит на испытание. 5 октября 2019 года фото «Флитфото.ру». В 2020 году также планируется заложить головное судно нового проекта 10510 «ЛК-110Я», «ЛК-120Я-Лидер». Судостроительный комплекс «Звезда» за несколько лет должен будет построить три таких ледокола, отличающиеся повышенными характеристиками. Все еще не передан Росморпорту дизел-электрический ледокол «Виктор Черномердин-ПР-22600», «ЛК-25». Он строился с 2012 года на Балтийском заводе, позже заказ передали Адмиралтейским верфием. Из-за ряда проблем разного рода сроки сдачи судна неоднократно сдвигались, а также росла стоимость его строительства. Ходовые испытания ледокола начались лишь прошлой осенью. В интересах ВМФ строится головной ледокол обновленного ПР-21180М. Евпатий Калаврат был заложен в конце 2018 года и пока остается на стапеле. По некоторым данным, в дальнейшем может появиться заказ на второе подобное судно. Таким образом, в составе ВМФ восстанавливается собственный ледокольный флот, причем его суда создаются с учетом специфики военной службы. Общее состояние Сейчас Россия имеет самый крупный в мире ледокольный флот. Кроме того, наша страна является единственным в мире обладателем атомных ледоколов. Все это позволяет решать широкий круг экономических, научных, военных и иных задач в ряде регионов с суровым климатом. Наличие крупного ледокольного флота дает известные преимущества, однако его строительство и развитие является достаточно сложным делом. Ледокол Илья Муромец из состава Северного флота Фото Минобороны РФ Нетрудно заметить, что основная масса наличных ледоколов была построена в 70-80-х годах прошлого века. При должном обслуживании и своевременном проведении ремонта дизельные суда могут продолжать службу и в будущем. С атомным флотом дело обстоит иначе. В последние годы пришлось вывести из эксплуатации и утилизировать несколько таких судов ввиду невозможности продления сроков службы. Фактически российский ледокольный флот нуждается в планомерном строительстве новых современных судов для постепенной замены имеющихся. Подобные меры уже приняты в сфере атомного судостроения. В дополнение к четырем атомным ледоколам на службе строятся три новых, и такое же количество будет заложено в обозримом будущем. Схожие меры принимаются и в области неатомных ледоколов, однако наиболее интересный ПР-22600 постоянно сталкивается с проблемами разного рода. Из-за них самый большой в мире дизель-электрический ледокол до сих пор не готов к работе. Атомный ледокол «Арктика» проекта РК-60Е во время достройки. Фото Атомфлот. Rosatomflot.ru Большой интерес представляет программа строительства специализированных патрульных ледоколов для военно-морского флота. Ледоколы специально для ВМФ не строились в течение нескольких десятилетий, но теперь ситуация меняется. Флот уже получил головное судно нового проекта, и вскоре в строй встанет второе. Наличие собственных ледоколов сократит зависимость ВМФ от гражданских структур, а также упростит решение ряда задач военного характера. В целом состояние отечественного ледокольного флота дает поводы для оптимизма. Наличные суда справляются со своей работой, а в ближайшем будущем к ним добавятся новые. Имеются некоторые проблемы и недостатки, но они не оказывают особого влияния на общее положение дел. В итоге четыре десятка российских ледоколов решают поставленные задачи, обеспечивая экономическую и военную деятельность в регионах с суровым климатом.